И видео называется «Жмелевский бомбит на Сёмина» или «Реверсивный обосрадыш». Ничего, у меня нет ни бумажки, мне некуда подсматривать, да? Я всё, что говорю, говорю из головы исключительно из-под... Да, и поэтому там очень много полнейшего пиздеца. Не, ну все люди, которые говорят что-то, они всё говорят из своей головы. То есть, да, даже если ты запомнил информацию откуда-то извне, а не просто выдумываешь какую-то хуйню, как Сёмин. Но это всё равно через твою голову проходит, и ты можешь исказить какую-то информацию вольно или невольно. То есть, определённые когнитивные искажения, они совершенно непреодолимы. Но в случае с Сёмином действительно не совсем понятно было, на кого рассчитаны вот эти вот удивительные истории. Почему? Потому что, в общем-то, всё, о чём говорит Сёмин, можно проверить в один клик и как бы убедиться в том, что это просто сплошной пиздёж, просто такой бесконечный. И это достаточно странно. То есть, видимо, ему сказали, что, ну как бы, там будет молодёжная аудитория, да, там будет молодёжь сидеть в зале. Поэтому, в общем-то, он оделся в эти коротенькие штанишки, значит, и решил изображать из себя тинейджера, прочитать хип-хоп, то есть, чтобы показать молодёжи, что типа, эй, смотрите, я тоже молодой, я один из вас, и я борюсь с капитализмом. Если вы хотите быть молодыми и модными, давайте боретесь с капитализмом вместе со мной. Но это выглядело очень убого на самом деле, потому что, ну типа, ты старый, ты лысый, ты не похож на подростка. Поэтому вот эти короткие штанишки, этот хип-хоп, это всё очень не идёт тебе, это очень негармонично смотрится. И, в общем-то, там были люди, которые просто орали в голос с этой хуйни, когда они это увидели. Смирись, смирись с тем, что ты бумер, ты старый. Я смирился в какой-то момент, и, видимо, Сёмину тоже придётся смириться в какой-то момент с тем, что он старый, лысый коммунист. Это очень грустно, на самом деле. Я не спорю, что люди, которые делают что-то, хоть что-то делают без бумажки, очень часто обсираются. Будем считать... Ну, есть люди, которые с бумажкой всё делают, и всё равно обсираются. Это универсальным, универсальным таким вот выражением мысли по поводу много значительных действий. То есть я обычно всё делаю без... Слушайте, вот насколько у нас совпадает вообще восприятие мира со Жмелевским и политические взгляды. Надо устроить совместный стрим, я думаю. Потому что я, к стыду своему, не так много, в принципе, знаю про Жмелевского. Ну, то есть я знаю, что он ведёт какие-то тематические эфиры на тему геополитики, значит, географии политической. И, ну, собственно, и всё. То есть я не знаю ни про его религиозные взгляды. Да, надо как-то скоординироваться. Я, кстати, ему скинул в личку... Ну, то есть я их не только связал с сионистом, с которым он провёл совместный стрим, но я ему скинул свой вебинар про Сирию, про сирийский конфликт. И вот интересно узнать его мнение, если он это посмотрел. Без заранее приготовленных... Потому что я так понимаю, что он чуть более компетентен, мягко говоря, чем я в этом вопросе. ...опять же бумажных материалов. И я много ошибаюсь, то есть я иногда могу пересматривать свои лекционные материалы, но я это не делаю. Мне просто потом в комментариях говорят то, что... Так, пишут, за кого голосовать на выборах? Всех ваших завернули. А наших это кого? Кто? Что? ЛДПР не допустили до выборов, что ли? Я не могу понять. Не, ну это... Это несправедливо. Вот тут там Венский с Вену с Версалем перепутал, вот тут. То есть это есть, но когда идёт вот такое жёсткое перевирание вообще в фактах, когда вот человек вот явно не... Ну а есть что-то, что Сёмин не перепутал? Как бы хоть этих типатов. По-моему, это очень сложно обнаружить. Он говорит тут на голубом глазу, и на самом деле ему плевать то, что это неправда. Он выглядит как принц на белом коне, вот так, на красном коне, и... Купание красного коня, есть такая картина Петрова-Водкина. Опять же, вершит справедливость и правосудие. Когда говорит вещи, совсем не связанные с... Как-то хоть с какой-то адекватностью, объективностью. И постоянно ошибается сам, при этом пытается на этом подкалывать вата-админа, который ошибается, ну явно меньше, чем он. Но было столько подмечено многих фальсификаций и абсурдных... Ну да, но вата-админ не назвал ни одного профсоюза, как... Что, конечно, страшное преступление с точки зрения левых. Как это ты не знаешь ни одного профсоюза в России? Ну, с другой стороны, как бы никто их не знает, кроме, наверное, Федерации профсоюзов, которая полностью как бы под властью находится. Потому что остальные профсоюзные объединения, они носят такой очень маргинальный характер и редко контролируют больше одного предприятия. ... подтверждений, что нас рассудить с вами может только всемогущий Гугл, к которому мы обратимся или не обратимся. Вот вы, например, в одной статье о неэффективности... Загуглите, да. ...пишите, что бывший директор Уралмаша Павлов говорил, что советское машиностроение неэффективно. Павлов никогда не был директором Уралмаша. Ну да, ну а у тебя Рыжков в ГКЧП, как бы. ...и таких ошибок, таких передергиваний в ваших статьях. Павлов, иноминистр, Павлов и Дженнебер работали в Госкомстате, в Нинфине Советского Союза, никогда не работали... Я человек, Суралмаша. Там работал Рыжков, который вместе с Павлом был в ГКЧП. Понимаете, ну никак... Какой же ты мудак! Забавно, забавно. Ну всё, как бы. Как бы, дамы и господа, у нас ещё один антикоммунист. Господи, блядь! И он прямо сейчас... Боже, блядь! И он прямо сейчас это сделал! Какой же ты мудак! Господи! Кто сейчас не понял? Прослушайте ещё раз. Говорил, что советское машиностроение неэффективно. Павлов никогда не был директором Уралмашу. Вы обосрались! Павлов никогда не был директором Уралмаша. И таких ошибок, таких передёргиваний в вашей статье... Передёргивания! Вы пиздобол! Павлов работал в Госкомстате! Павлов работал в Госкомстате! Никогда не работал я человек с Уралмашем. Наберите воздуха! Наберите воздух! Ну, кстати, то, что Сёмин с Уралмаши, это многое объясняет. Сам... У меня просто есть знакомые, которые живут в Екатеринбурге, и... Они мне как бы очень в ярких красках, скажем так, описывали вообще местные реалии. Там про Уралмаш, про посёлок Верхняя Пышма. Про сообщество крокодиловых наркоманов и вообще... Нет, это я не к тому, что Сёмин наркоман. Нет, Сёмин из хорошей семьи. Сёмин, он с серебряной ложкой во рту родился. Вот, поэтому... Вся вот эта риторика про то, что, типа... Я, там, за рабочий класс, за пролетариат. Это всё разбивается, как бы, его происхождение просто. Петя с Павлом был в ГКЧП. Рыжков никогда не был в ГКЧП, тупой ты мудак, блядь! Ты сейчас сам... Ты, сука, сейчас сам! Ты сам сейчас упрекнул человека в том, на чём обосрался в прямом эфире! Какой же ты мудак, господи! Ха-ха-ха, и, блядь... Ха-ха-ха, сука! Никогда Рыжков не был в ГКЧП. Он, блядь, даже близко к нему не был. Как же ты обосрался, господи! Причём, понимаете, насколько это иронично? Он сейчас упрекал водоадмина в том, на чём обосрался гораздо более жидко. Какой же это пиздец! Какой же это пиздец! Понимаете, это никак не сам Павлов. И это на каждом... Ой, блядь... Блядь, какой это пиздец! Это такой фейл, ёб твою мать! Вырежите это, пожалуйста! Это же... Это, блядь, реверсивный обосрад, ишь просто! Это... Я, блядь, не понимаю, как можно было обоср... Реверсивный обосрад... Я теперь понял, почему видео так называется. ...настолько жидко! Всё, уже! Неважно, что скажет водоадмин! Он победил в этих дебатах, потому что Сёмин затронил здесь сам себя! Ой, господи! Вы разговариваете о танковой промышленности, говорите, что Советский Союз глупо поступил, разрабатывая Т-64, Т-72, Т-80 одновременно, а умные американцы только танк Абрамсов сдали. Вам тут же в комментариях вешают полный перечень абсурдности и аргументацию, почему это несправедливо. Потому что это разные модели, они разрабатывались в разное время, для разных задач. Всё, чувак, может не продолжать, блядь, Рыжхов был в ГКЧП. Ой, блядь! Вот, это последствия, когда ты говоришь мне по бумажке. Ты постоянно в такую хуйню! Ну это, это просто феерически. Это лучшее, что я слышал вообще в истории обсирания. Когда человек упрекает другого человека в том, в чём обсирается тут же в прямом эфире. Это пиздец. Как же это... Да, говорят, что нет кринж-троллинга. Было хорошо. Но хоть краюшечку, хлеб и скушу. Ну вообще, да, правильно говорят. Есть только кринж. Да не, я не столько бомблю, сколько я просто в экстазе от того, как Сёмин пытался подъебнуть водоадмина, и подъебнул себя сам просто, блядь. Вот, 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 карма, она штука реальная. Ну вот, ну согласитесь, карма есть, блядь. Мгновенная карма, да. Как говорил этот О'Нил из Мафии 2. Бог он есть, блядь. Вот и карма существует. Пытался так, блядь, элегантно объебать водоадмина на том, что он не разбирается в истории Советского Союза, и сам обосрался более жидко в разы просто. Это, блядь, гениально. Какой же он мудак, господи. Так, если вы ничего не понимаете в оборонной тематике, ну вы беретесь... А вот, вот, видите, единороссы хуесосят коммунистов честных. Вот, еще один агент мировой буржуазии накинулся на честного коммуниста. Обсуждать, анализировать и приводить. Я рад, что вы прочитали целую одну мою статью, видимо, больше вы не нашли ошибок. Ну, почему же нет? Ну, ладно, ладно, давайте было кинуто тысяча рублей на мое усмотрение. После такого, блядь, мудакства, это можно один раз делать. Можно сказать, что хорошо, усматриваю в этом необходимость. Но это, блядь, худшее, что я когда-либо... Сейчас будет функция ёбнинг. Слышал к истокам. Ну и пиздец! Какая же хуета! Ой, блядь. Ну, я говорю, Сёмин это человек, которого постоянно надо ловить на лжи. То есть, да, да, вы объебались. Павлов никогда не был директором Уралмаши. Он был вместе с Рыжком в ГКЧП. А Рыжков был. Блядь, ну, не уверен, что всё равно согласится. Но я не против. Ну что ж, уважаемый чат. Кто там кидал это? Уважаемый Барвилл, уважаемый чат. Ёбнем! Ну, дебаты охуительные, я считаю. Уже. Ну, такое, такое. Мне первые дебаты больше, кстати, понравились. Потому что в первых дебатах там всё-таки Егор своим странным поведением, он давал всё-таки некоторую фору Рудому. А во-вторых дебатах всё как-то более очевидно. Потому что Сёмин слишком много хуйни наговорил. Так, да, такое видео. В общем-то, второй раз мы с Жмелевским совпали в оценках. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.